Аппаратное совещание Власть как бы сам устранилась от общения с людьми, как минимум от современной модели общения с людьми. Это в общем-то не значит о том, что у Сергея Сергеевича там плохо. Это то же самое сегодня. Вот сейчас на примерах нас просто, так сказать, там так вот неприятно в очередной раз, так сказать, так потыкали физиономии. Это про доктор 73. Губернатор поручил создать рабочую группу по анализу сайтов и мобильных приложений органов власти и муниципалитетов. Появится новое министерство цифровой трансформации, а все чиновники должны будут сдать экзамены на знания современных информационных технологий. Работа обратной связи анализировалась на аппаратном совещании на конкретных примерах. Речь идет о программе «Инцидент-менеджмент». Она позволяет органам власти отслеживать информационные поводы в сети и моментально на них реагировать. Ряд ответов требует внимания. И я просила бы обратить внимание на то, какое качество ответов вы даете на те инциденты, которые к вам поступают. В частности, есть ряд отрицательных примеров реагирования. Но иногда на вопросы реагируют обычными отписками. Больше всего таких случаев в Димитровграде. Еще один вопрос касался отсутствия масок в аптеках. И нет ли вообще саботажа о том, что эти маски есть, но они лежат? Раз нам президент запретил, как они считают, а я же там сразу же сказал, отреагировал, а потом президент сказал всем вам очень жестко, мы вообще лицензии отберем у таких аптекарей. И правильно сделал, чтобы все видели, кто в доме хозяин. В Министерстве здравоохранения пообещали, что в течение двух дней все перебои в аптеках с масками будут ликвидированы. С нерешенными проблемами людей ознакомила общественная палата. Первый из них касается случая, когда скорую помощь вызывали вечером, а она приехала только с утра. В Минздраве оправдали, что вызов был несрочный. Однако губернатор такой ответ не удовлетворил. Почему самому человеку не объяснили, возмутился Сергей Морозов. Мы тратим колоссальные деньги на здравоохранение, а количество бардака не уменьшается. Вот Валерий Васильевич сегодня мне рассказывал, как он проехал, только вот недавно по целому ряду сельских населенных пунктов. Вой стоит. Я тогда не понимаю, мы куда направили десятки миллиардов рублей. Еще один вопрос касался аварийного дома номер 8 по улице Октябрьской. В ужасных условиях в нем проживает труженик тыла. Сроки расселения дома уже перенесены с 2028 на 2021 год. Но это же безобразие, коллеги. Это ладно, вот еще руководитель общественной палаты поднимает этот вопрос, там вот, что называется, выловил эту информацию, показывает, хотя бы и без него должны выловить. Но я не знаю, кто это. Ветеран Великой Отечественной войны, как Саасанчев здесь сейчас читает слова человека. Или это дитя войны. В общем-то, без разницы. Мы с Сергеем Николаевичем договорились о том, что это свидетели войны. Это люди, которые видели войну. И не просто видели, а сделали все, чтобы, так сказать, там мы победили. Однако не все информационные поводы в интернете являются правдивыми. Губернатор отметил, что на публикацию так называемых фейков будут реагировать остро и незамедлительно. Некоторые, так сказать, негодяи. Вот прям так я хочу сказать. Пытаются то и дело, то там, то сям, так сказать, спровоцировать какие-то народные тревоги. То показывают картинки якобы о взрывах в Димитровграде, то показывают еще какие-то, так сказать, страшилки. Вот мы точно никого не оставим без внимания. В частности, это касается распространения слухов о коронавирусе в Ульяновске. Карантин в школах продлен в связи с ростом заболевания ОРВИ и никак не связан с этой инфекцией. В нашей области на сегодняшний день, подчеркиваю по всем нашим данным, значит, случаев заболевания коронавирусной инфекцией населения в Ульяновской области нет. Значит, для профилактики этого заболевания проведена большая работа. Губернатор также напомнит, что до 24 февраля необходимо отказаться от проведения спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости Управда ТВ.